Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Помощь приветствуется особенно в трудную минуту. Очередной гуманитарный груз доставлен из Дагестана в Запорожскую область. Шьем для мобилизованных. В Дагестане приступят к производству целевой помощи для отбывающих в зону СВО. Год борьбы за право быть лучшим. Минифутбольный клуб «Гуготель» стал победителем чемпионата Шамильской районной лиги. Сильный президент – сильная Россия. В день рождения главы государства, которому 7 октября исполнилось 70 лет, в Махачкале прошла масштабная акция «В единстве нашей силы». Для участия в мероприятии в столицу Дагестана прибыли представительные делегации со всех городов и районов республики. С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель региона Сергей Меликов. Добрый день, Дагестан! Ассалам алейкум! Добрый день, Махачкала! Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний день действительно добрый. Добрый, потому что сегодня, как никогда, мы все вместе. Мы все в одной семье. Мы все за курс, который проводит сегодня наше государство, наша страна, наша великая Россия в составе ее и наш могучий Дагестан. Буквально два дня назад наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин окончательно утвердил присоединение к России новых территорий. Четырех областей. Две республики. Луганска и Донецка. Запорожье и Херсонщина. Это не просто выбор людей. Это историческая справедливость. Буквально скоро мы будем отмечать годовщину битвы за Кавказ. Венцом которой стало освобождение Новороссии. На территории этих областей более 20 дагестанцев стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши с вами земляки с достоинством и честью защищают рубежи теперь уже нашего Отечества на этих территориях. Выступавшие были едины в одном. Защита интересов страны – священный долг каждого патриота. А дагестанцы не раз доказывали свою преданность отчизне в самые тяжелые времена. И сейчас, когда страна переживает нелегкий период всем здоровым силам, общество надо объединиться вокруг национального лидера страны. Сегодня мы говорим о поддержке всех тех, кто сейчас находится в боевых действиях, защищает свою родину и защищает интересы нашей родины. За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят обычные ребята, которые любят свою страну, потому что Россия – великая страна. И очень важно, что сегодня здесь мы все вместе, едины за нашу страну, за нашего президента, за правду, потому что сила в правде. Очередная гуманитарная помощь доставлена из Дагестана в Запорожскую область. На этот раз местным жителям и военным из нашей республики передали около 40 тонн продовольствия, питьевой воды и бытовых принадлежностей первой необходимости. Сопровождал груз и мой коллега Хамзанур Магомедов. Ему слово. Два дня в пути и дагестанская делегация с гуманитарной миссией на территории Запорожской области, где буквально на днях состоялся референдум о присоединении к России этого субъекта. Все, что необходимо, мы взяли. Одежда, женские, мужские и продуктовый набор. В ближайшее время мы сейчас заедем. Наша главная цель заехать, поздравлять местным жителям вступление Российской Федерации. Я им обещал, буду заезжать. Вот, сдержал свое обещание и хочу увидеться местными жителями, увидеться и в Запорожской области, правительство. На границе гуманитарный груз встречают военные. Несмотря на то, что в Запорожской области ситуация стабилизируется, она остается напряженной. И задача солдат – обеспечить безопасность дагестанской делегации на протяжении всего пути. В самом Мелитополе дагестанцев в пункте приема и сортировки гуманитарной помощи встречают представители власти и общественности. Они отмечают, помощь прибыла вовремя. Запорожская область очень благодарна всем меценатам, которые помогают, привозят гуманитарную помощь для жителей Запорожской области, которые сейчас так нуждаются в этой помощи. И благодарим Гажи Магомедова, фонд Инсан, который привез области такое большое количество гуманитарной помощи. Это уже 70-я машина, более 70 фур приехала за период с февраля по октябрь на территорию Запорожской области. И ни один район не остается без внимания. Мы очень благодарны всем жителям континентальной России и народу Дагестана, который помогает и оказывает поддержку, всячески не забывая не только Запорожскую область, но и все территории Юга Руси. Совместно с Духовным управлением Республики Дагестан привезли гуманитарную помощь в виде продуктов питания, средств личной гигиены, вещей, которые останутся не только для жителей Мелитополя и Запорожской области, но также и уйдут на передовую нашим бойцам, которые защищают сегодня нашу родину. Меценат из Дагестана Магомед Гаджи Магомедов инициировал уже 20 выездов с продуктами питания и бытовой непринадлежности первой необходимости. Всего вместе с муфтиатом Республики и благотворительным фондом Минсан беженцам из Украины и местным жителям было доставлено около полторы тысячи тонн гуманитарной помощи. Жители Запорожской области, поздравляю вас с вступлением в Российской Федерации. Это огромный праздник. Я тоже приехал поздравлять вас с этим праздником и привез вам гуманитарную помощь. Это мой не первый и не последний. Это уже я как к себе домой приезжаю к вам. Поздравляю вашего губернатора, поздравляю вашего мира города. Желаю вам счастья, успехов, чтобы у нас вместе было все прекрасно. С гуманитарной помощью дагестанцы в Запорожской области уже не в первый раз. С самого начала спецоперации и вот уже после референдума представители страны гор продолжают оказывать внимание и поддержку местным жителям. Хамз Нурмагомедов, Мурат Магомедов, Мурат Бибарзов, телеканал ННТ, Мелитополь, Запорожская область. Шьем для мобилизованных. Предприятия легкой промышленности республики приступят к производству целевой помощи для дагестанцев, отбывающих в зону специальной военной операции. В частности, речь идет о пошиве спальных мешков, постельного белья и термоковриков. К изготовлению первой партии мастера приступят в ближайшее время. Дербент посетили участники специальной военной операции, проходящей реабилитацию после ранения. При партнерстве с российскими железными дорогами организованы туристические рейсы для участников СВО и членов их семей. Так, благодаря проекту «Своих не бросаем» в самом древнем городе смогли побывать более 200 человек. Сегодня все, как вы видите, довольны. Посмотрели красоты Дербента, вкусно поели, погуляли на море и теперь поедем дальше в Кисловодск. Вчера мы были в Чечне, позавчера в Кабарде. Наш папа участник специальной военной операции, уже дважды был ранен. Ну, просто после всех пережитых волнений и эмоций за папу, постоянно переживания, что, как, потому что информации, к сожалению, очень мало поступает. Сейчас небольшое такое расслабление, это очень приятно. Очень старинный, я просто очень люблю путешествовать, очень старинный древний город. Он мне немножечко напомнил Евпаторию, которая приблизительно столько же лет. Эти узенькие улочки, древняя крепость. Все очень гостеприимно. Встретили нас в ресторане. Обед просто шикарный. Все очень понравилось. Как раз сделали такой подарок участникам и семьям. Вот, в итоге, сегодня мы приехали. Во все времена считалось, что Дагестан богат своим гостеприимством, и сегодня мы на себе испытали это. Просто как нас обняли и не отпускали до самого вечера. Удивительные места мы сегодня посетили. И о спорте. Мини-футбольник «Луб Гоготель» стал победителем чемпионата Шамильской районной лиги. Игры этого ежегодного турнира стартовали в начале года. 26 команд боролись за право выйти в плей-офф, а осенью лучшие из лучших играли на выбывании. Курбан Рагимов расскажет об основных итогах большого финала. Подача с фланга, скидка в центр, удар и гол. Так, в конце первого тайма футболисты из села Гоготель вышли вперед в игре с командой Дагбаш. В этом матче решалась судьба трофея. Финал чемпионата Шамильской лиги проходил в острой борьбе. Развязка наступила во второй половине встречи. Дагбаш сравнял счет после розыгрыша штрафного. Но в следующей же атаке Гоготель вновь вышел вперед. Точку в матче игроки в белой форме поставили на 40-й минуте. В итоге 3-1. Чемпионат получился такой, честно говоря, равный. Не как раньше, где доминировали 2-3 команды. Сейчас намного интереснее стало. Тоже такой ровный чемпионат. Где-то, может, кому-то не повезло. Кому-то больше повезло. Но это футбол. Настраивались, честно говоря, даже сильнее, чем на Уроду может. Потому что это финал. Здесь права на ошибок нет. Я думаю, и Дагбаш тоже настраивался. Это как их первый финал был. Чуть больше нам повезло, я думаю. Забили быстрый гол после пропущенного. Но было тяжело, нелегко. Несмотря на напряженную борьбу на поле, турнир проходил в дружеской атмосфере. Седьмой сезон чемпионата стартовал весной и проводился в два этапа. 26 команд разделили на две группы. По восемь лучших вышли в стадию плей-офф, где играли на вылет. Шамильская футбольная лига призвана сплотить и объединить выходцев из разных соу районов. Это немаленький труд. Это, точнее, полгода, каждую неделю проводить это мероприятие. Каждый организовывает судьи, поля, что проходилось. Конечно, все проходилось. Медси не бывает, но это большая футбольная семья. Они уже друг к другу встречаются, в шестом году они друг к другу встречаются. Они в любом точке города друг друга видят, уже знают, помогают друг другу, в чем и не было. Что касаемо чемпионата, в целом можно остаться довольным. В плане организации стартованных команд более серьезный подход был, нежели прошлого сезона. Что касаемо дисциплины, внешнего вида и всего остального. Футбольный клуб «Го-Готель» в третий раз выиграл чемпионский трофей. Второе место у команды «Дагбаш», а бронза досталась спортсменам из села Урада. В малом финале они оказались сильнее земляков из Асаба. Всех призеров наградили кубками и медалями. Также оргкомитет турнира отметил лучших игроков в индивидуальных номинациях. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. Железный человек. 50-летний дагестанский триатлет Аслан Гаджиагаев преодолел марафон в 226 километров. Уроженец села Гюхряк Табасаранского района успешно прошел серию соревнований на длинную дистанцию, прошедших в испанской Барселоне. Участнику триатлона за 16 часов необходимо было без перерыва совершить заплыв на почти 4 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на 42 тысячи метров. Гаджиагаев прошел всю дистанцию за 12 часов 53 минуты. Успешно прошедшим всю дистанцию триатлона присваивается звание «Айрон Мэйн», что означает «железный человек». Летом прошлого года Аслан Гаджиагаев выступил на престижном заплыве через пролив Босфор. Кроме того, он совершает восхождение на самые значимые вершины мира, поднимался на самые высокие вершины Австралии, Европы, Африки и Южной Америки. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин